На столе только ручка, паспорт и бюллетень с заданиями и 300 минут, чтобы блеснуть знаниями по химии, которая считается одним из сложнейших школьных предметов. Но сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Алина Гагуева планирует после школы связать свою жизнь с медициной, а значит и с химией. И эта Олимпиада для нее лишний повод проверить себя. У родственников очень много, у многих очень сильные проблемы с сердцем. И я бы очень хотела поступить на кардиолога, потому что я на собственном опыте видела, как люди страдают от этого, как за одно мгновение ты можешь потерять у тебя человека из-за этого. И мне бы очень хотелось стать хорошим врачом, чтобы делать людей счастливыми и быть полезной. Другая часть участников Олимпиады – настоящие поклонники химии. Сначала стать лучшим в школе, потом в муниципалитете, и вот теперь бороться за победу в одном из этапов уже Всероссийской Олимпиады. Как это делает Рамиль Сатимиров. Какую профессию не выбрал бы человек, у которого так горят глаза, когда речь заходит о любимом предмете, он точно будет настоящим профессионалом. Потому что куда бы мы ни посмотрели, нас окружают какие-то вещи. Однако же все вещи состоят из каких-то веществ. И меня заинтересовало то, что одни и те же вещества, в зависимости от того, как они соединяются между собой, в каких состояниях они пребывают, могут для нас означать самые разные вещи. То, что химические связи, химические реакции протекают постоянно, что внутри нас, что снаружи нас. Без химических реакций даже мы не могли бы жить, ничего бы не происходило. Так что пока есть химия, есть все. А если кто-то проявит слабость и решит списать или подсмотреть, то это не получится. За ходом Олимпиады следят в онлайн-режиме, а в аудиториях установлены средства подавления телефонной связи и интернета. Жюри тоже строгое, но справедливое. Оценивать работы доверено лучшим учителям республики. Согласно положению, их будет не менее 15 человек. Сегодня проходит Олимпиада по химии. Всего для участия заявлено 54 учащихся. Пишут они в два тура химию. Сегодня проходит теоретический тур. Ребятам будет в письменной форме предложено ответить на задания, решить пять задач химических. Завтра будет проходить практический тур. Там уже ребята будут проводить в лабораториях эксперименты с различными химическими элементами. По итогам региональной Олимпиады будет сформирована команда, которая представит нашу республику на заключительном ее этапе. Какие имена в нее не вошли бы, глядя на таких одаренных и талантливых ребят, нет сомнений, что Карачао-Черкесия будет достойно представлена перед интеллектуальной элитой страны. Анна Гончаренко, Ливан Задзамия, Архиз 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин